В мире кинематографа бремя сериальной ноши легло на плечи одного канала. Название его Конг. Коротко, а не коротком. Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не коротком. С вами Кин и рубрика, которую я думаю сейчас, как нельзя кстати, что посмотреть. Рубрика, где я рассказываю про закрытые сериалы, законченные сериалы и сериал, у которых за спиной 3 и более сезонов. И сегодня мы отправимся в мир, существовавший до Игры Престолов. Мир, созданный до Ведьмака. Мир до Властелина Колец. Властелин Колец был раньше. Что? Властелин Колец был раньше. Уверен? Да. А Хоббит? А Хоббит позже. А, понял, окей. Мир после Властелина Колец, но до Хоббита. Мир Колдунов и Рыцарей, Друидов и Ведьм, Королей и Слуг. Мир Древнего Камелота. В котором только начинают свои пути юный волшебник Мерлин и будущий король, а пока что принц Артур. Слава богу. Я думал, ты не просто тупой, но и глухой. Я сказал, что ты осел, но не знал, что венциносный. Пути их будут связаны настолько тесно, что они и представить не могут. Ну а пока приключение их только начинается. Мерлин. И сразу вопрос. Как вы думаете, с чем можно сравнить Мерлина? К чему он ближе всего по духу и по даче? Вариант А. Хроники Шанары. Б. Властелин Колец. В. Ведьмак. Г. Игра Престолов. Жду ваш ответ в комментариях. Ну а правильный ответ. Д. Мерлина можно сравнить с Тайнами Смолвеля. Поздравляю, вы все равно все выиграли. Ну а что, давайте сравним наглядно. У нас есть подросток с необычными силами, которые надо скрывать. Этого подростка ждет великая судьба. Есть мудрый наставник из настоящего мира этого подростка. Есть мудрый наставник из мира людей. Есть друзья, которые не знают о тайных силах. Есть друзья, которые знают о тайных силах. Есть переключение, приближенное к возможному канону. Но возможно и отступление. Ну и думаю, хватит на этом. Так что, если вам нравятся идеи подачи Тайн Смолвеля, но больше по душе фэнтези, то Мерлин определенно для вас. Пожалуй, только с той разницей, что Мерлин в этом плане раскручивается быстрее. И там, где Тайны Смолвеля потратили 10 сезонов, чтобы Кларк стал тем, кто он есть. Мерлину понадобилось только 5, и практически без проходника. То есть, каждый главный персонаж сразу начинает проходить свою арку. И лица, появляющиеся в начале, вполне могут появиться и в конце сезона или сериала. В Тайнах же Кларк 5 сезонов каждую серию гонялся за новым гадом, на которого в будущем положили болт. Но да ладно, оставим Смолвель в покое и вернемся к персонажам Мерлина. Я не зря упомянул, что они все проходят свои каноничные или околоканоничные арки. Скажем так, если вы знакомы с мифами и легендами о короле Артуре, Мерлине и их возлюбленных, окружении и врагах, то поздравляю, вы уже проспойлили себе часть сериала. И хоть он где-то отходит от канона, но все же основных событий придерживается. А поэтому, когда появляются те или иные значимые персонажи, как, например, Ланцелот, вы уже знаете их судьбу. Ты спас мою жизнь. Я Мерлин. Ланцелот. Ну а что касается сюжета, тут, думаю, понятно. Хоть есть драконы, короли и рыцари, Игры Престолов здесь ждать не стоит. Но хоть сюжет в Мерлине не такой глубокий и закрученный, историю это все же не портит. В отличие от той же Игры Престолов, которая понаплела сети и сама же в них запуталась. Здесь история смотрится намного легче, но не менее интересно. Есть тут, конечно, и глупые моменты. Спасибо. Я прекрасно провела время. Я тоже. Наверное, мы скоро увидимся. Надеюсь. Но знаете, как по мне, тут глупость такого плана, что на нее не хочется ругаться. Она скорее вызывает улыбку. И огромный плюс сериалу, то что он подходит к своему логическому завершению, не теряя сюжетных линий. Также к плюсам или даже к изюминке сериала я бы отнес взаимоотношения Мерлина и Артура. Скажем так, если вам нравятся отношения Лютика и Геральта в Ведьмаке. Как я пою. Это как заказываешь пирог, а он без начинки. Что? Я тебе не друг. О, вот оно как. То есть ты кому попало, позволяешь натирать твою задницу ромашкой. То в Мерлине процентов 80 экранного времени таких отношений. Принцессы Иерус. Что с тобой случилось? Мерлин. Последний разок. Зато я не пустоголовый. Нет такого слова. Объясни. Что это значит? В двух словах? Да. Принц Артур. Хочешь, покажу, что делать с ведром? Нет. Также и Маргана стала одним из моих любимых персонажей, когда... Когда стала проходить свою мифологическую арку. Да и вообще все персонажи здесь довольно живые. Нет таких персонажей, которые бесят, хотя не должны. Здесь, если кто-то бесит, то он и должен бесить. Ну и как не упомянуть британскую коммуналку. С которой, если вы знакомы, то то и дело будете думать. О, этот в Докторе был. О, а этот в Шерлоке. Не единого вздоха, я думаю. Андерсон, смотри в сторону, отвлекай. Что? Мое лицо отвлекает? Это из Тор Чуда. А вы как думаете? Этот из Академии Амбрелла. Ну и напоследок, как я уже упоминал, у сериала просто великолепный финал. И если кто-то смотрел и не знает, также у сериала есть послесловие. Ссылку на которое я оставлю в описании. А в комментариях я попрошу вас написать ваше любимое фэнтези, которое я, может, посмотрю на досуге. Ну а на этом у нас все, и всем большущее спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну а в описании вас будет ждать ссылка на послесловие сериала, а также ссылки для вашей поддержки канала и ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. Буду благодарен, если подпишетесь. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И помните, вам уготована великая судьба. Всем вам. Пока.